Эксклюзив программы Аскер КЗ. Легендарная Катюша. Танк Т-34, пулемёт Максим. Что ещё интересного будет на республиканском параде в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне? Обо всём прямо сейчас. На улице минус, сильный ветер и непрекращающийся снег. Но погодные условия не останавливают работу в палаточном городке. Солдаты и офицеры готовятся встречать участников республиканского парада. В данное время лично составом механизирован колонн, развернут лагерь на станции 40-й для подготовки и проведения парада, посвящённого 70-летию победы в Великой Отечественной войне. На данное время здесь развернуто более 150 палаток, в общей сложности будет 200. И лагерь на 95% уже готов принять лично состав. Полевой лагерь рассчитан на 5000 человек. Палаточный городок полностью автономен. Во временное жилище провели электричество. На территории развернули полевые бани. Пункты довольствия для принятия пищи. Здесь же участники парада могут получить необходимую медицинскую помощь. В лагере созданы все условия для жизнеобеспечения личного состава парадных расчётов. В сравнении с парадом прошлого года, в нынешнем участников в два раза больше. 24 парадных расчётов, более 200 единиц техники. Поэтому в лагере развернуто более 150 палаток. Также в данный момент находится здесь 500 человек, механизированный колонн, который обслуживает технику и будет представлять технику на параде. Бойцы механизированных расчётов заняты осмотром и подготовкой техники. Боевые машины пехоты и танки переобувают, чтобы тяжёлая бронетехника не повредила асфальтовое покрытие городских улиц. После машины паркуют на стоянке, задача выполнить которую могут только настоящие профессионалы. Новизна парада Новизна парада, посвящённая 70-летию Победы Великой Отечественной, является то, что здесь нынче будет участвовать историческая техника. Сейчас на данный момент пришла тут нам легендарная Катюша. Также будет участвовать на параде танк Т-34, который на данный момент сейчас на подходе. На днях уже будет. Также здесь будут три коробки. Это с пулемётом «Максим», одна коробка с ППШ, пистолет-пулемёт «Шпагина» и РПД, ручной пулемёт «Дегтярёва». Также будет коробка участвовать с винтовкой «Мусина». Легендарная «Катюша» – советская боевая машина на автомобильном шасси. Первые пусковые установки БМ-13 на базе ЗИС изготовили в конце июня 1941-го в Воронеже. Относительно простая конструкция позволяла наносить существенное поражение небронированной техники и живой силе противника. Оружие состоит из рельсовых направляющих и устройства наведения. Для наводки – поворотные и подъёмные механизмы. На одной машине могло находиться от 14 до 48 направляющих. А совместное применение десятков ракет ещё больше усиливало поражающий эффект. «Катюшу» боялись. Они слагали легенды, ей посвящали песни. За время войны таких машин произвели больше 10 тысяч. Сегодня на смену «Катюшам» пришли современные зенитно-ракетные комплексы. Но память об их прародительнице, наверное, будет жива ещё не один десяток лет. Для участия в параде боевую машину времён Великой Отечественной войны сняли с постамента возле одного из военных объектов и привезли в палаточный лагерь. Автомобиль как новый благодаря работе реконструкторов. Разве что ракеты не настоящие. С сыновьей заботой бойцы ухаживают за ветераном-легендой. Сметают снег и проверяют техническое состояние. Уверены, машина не подведёт и сейчас. Все мы любим душеньку Катюшу, Все мы любим, как она поёт. Из врага выматывает душу, А друзьям отвагу придаёт. Из врага выматывает душу, А друзьям отвагу придаёт. Участвовать в параде будут и новейшие образцы военной техники. По брусчатке проедут ракетные комплексы Точка-У, Смерч и Град. А в небо поднимутся 85 вертолётов и истребителей последнего поколения. Участнику парада морскому пехотинцу Из единственной в Казахстане бригады морпехов Осету Жейнгазину 21 год. В Актаусской бригаде служит уже 10 месяцев. До дембеля осталось 2. Служба в вооружённых силах парню по душе. Не исключено, что останется служить по контракту. А Катюша слышал из рассказов старших. Видеомашину в военных фильмах. И сегодня юноша нет-нет, да и найдёт минутку, чтобы взглянуть на легенду. Но основное, чем сейчас занят боец, Подготовка лагеря к приёму участников парада. Прибыли в Астану для участия в параде, Посвящённого 70-летию Великой Победы. Хочу выразить огромную благодарность ветеранам Великой Отечественной войны За голубое чистое небо над головой И светлое будущее, которое они оставили поколению. Мы подготавливаем лагерный городок, палатки, Для того, чтобы проживать здесь полтора месяца до самого парада. Юноша гордится вкладом, который вносит в подготовку парада. Старается не подвести друзей и старших товарищей. Сослуживец соседа Архат тоже рад командировке в Астану. С удовольствием помогает налаживать быт в палаточном городке. Из нашей бригады морских пехотинцев для участия в параде В честь 70-летия Победы прибыли около 300 человек. И я очень рад, что могу принять участие в этом большом событии. Огромное спасибо нашим ветеранам за то, что подарили нам это чистое небо. Старший лейтенант Бегжан Табаев представитель регионального командования «Восток». Тоже прибыл в столицу для участия в параде. Сегодня руководит расчетами бойцов, занимающихся благоустройством палаточного лагеря. С просьбой об участии в параде обратился к руководству. В Великой Отечественной войне участвовал мой дед. Отсюда и у меня патриотический настрой, желание служить Родине. Военные уверены, все работы по обустройству палаточного лагеря завершат вовремя. И в назначенный срок здесь будут готовы принять личный состав. А в свободное время бойцы любят собираться у палаточной печки и петь под гитару. Песни о мире, любви и чистом небе. И желают в эти моменты только одного. Чтобы не было войны. Редактор субтитров А.Семкин